Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Тема сегодняшнего видео, как защитить свой инвестиционный портфель от инфляции. У многих возникает вопрос, год 2022 был очень непростой для абсолютного большинства инвесторов, год 2022 прошел под эгидой того, что практически все активы, которые доступны частным инвесторам, я говорю для людей, которые инвестируют небольшие суммы, не о каких-то крупных капиталах. И нужно понимать, что упало все. В 2022 году упал американский фондовый рынок, упали облигации, упал российский рынок ценных бумаг, облигации снизились. То есть единственный, наверное, актив, который чувствовал себя более-менее хорошо, это доллар. Доллар у нас рос к корзине всех мировых валют. Но год 2022 для абсолютного большинства инвесторов стал самым беспрецедентным, за последние 40 лет в плане инфляции. Причем есть, что называется, официальные цифры инфляции, есть неофициальные цифры инфляции. Сейчас у нас, начиная, наверное, с 90-х годов 20-го века, и это постоянно менялось до настоящего времени, расчетная модель инфляции, как она считается, она постоянно пересматривается, она постоянно меняется. Традиционно расчетом уровнями инфляции был такой показатель, как индекс цен производителей. То есть, если растет индекс цен производителей, что это значит? Это значит, что производители повысили цены на свои товары. И вот товар, вчера он стоил 100 рублей, сегодня он стоит 120 рублей. Просто на КПП, да, просто приехать и забрать, без логистических издержек, без транспортных расходов, безо всего. Вот просто товар произвели, и вот индекс цен производителей, насколько он вырос. В Америке этот показатель вырос на 22%, а инфляция выросла на 8%, как они говорили. 8,9, максимальное значение. Как так? То есть, у вас все товары и услуги, индекс цен производителей выросли на 20%, а инфляция у вас 8. Как? Если мы говорим про страны еврозоны, то в этом случае индекс цен производителей вообще достигла значение 30%, 44%, да, в отдельных странах. А инфляция там, ну, только-только перебралась за двузначные значения 10, 11, 12, да, в отдельных странах, в Восточной Европе, там, до 20% дошла. Почему я про это говорю? Еще раз, год 2022 для большинства портфелей стал таким, в котором одновременно наложилось два фактора. С одной стороны, сами активы упали в цене, то есть и драгоценные металлы снизились, и цифровые активы упали, и акции упали, и облигации упали. Это первое. Есть понятие реальная доходность, есть понятие номинальная доходность. Реальная доходность, она еще учитывает инфляцию. То есть, если вы находились на американском рынке ценных бумаг, да, то есть вы, у вас были куплены, я не знаю, индексный фонд на S&P 500, то есть S&P 500 закрылся там минус 15%, и инфляция 9%. Итого, получается, реальный убыток составил там 25%. И сейчас у многих людей возникает вопрос, что делать, да, то есть, что делать с упавшими активами, но это не предмет сегодняшнего диалога, сегодняшнего монолога с моей стороны. А сегодня хотелось бы поговорить, как нивелировать негативные последствия именно инфляции. Почему я про это говорю? Потому что у меня есть проект «Миллион долларов за 8 долларов в день», где я своим детям формирую капитал в 1 миллион долларов. В этом проекте я тоже столкнулся с тем, что портфели всех моих детей в 2022 году упали в ноле, то есть вся прибыль, которая была за счет дивидендов в предыдущие четыре года, за счет роста цены акций, ушли в ноль. То есть, да, там убытка какого-то значительного нет, но ушли в ноль в номинальной доходности. То есть, очень важно понимать, именно в номинальной доходности, да, то есть четыре года там был рост, получали дивиденды, акции росли в цене, среднегодовая доходность была там на уровне 24-30%, но 2022 год, весь этот рост, который был предыдущие четыре года, сошел на нет. Сколько вложил, столько денег и стоит. Сюда нужно приплюсовать еще инфляцию, да, официальные цифры инфляции 12%. Специально вот сделал такой слайд, да, из своей презентации, где я отчитываюсь о своих результатах перед участниками, потому что к проекту можно присоединиться. То есть принцип follow me, следуй за мной, не надо ничего изучать, не надо ничему учиться, да, я, соответственно, формирую портфель для своих собственных детей и людям даю сигнал, что я собираюсь в этом месяце покупать. Занимает это буквально там 20-30 минут в год и вы, соответственно, формируете для себя инвестиционный портфель, инвестируя там по 6800, ну где-то по 100 долларов ежемесячно, 500 долларов на новый год и 1000 долларов на день рождения ребенку. Вот такой вот принцип. У нас был сигнал на январь 2023 года, вот вы как раз видите на слайде 100 долларов в январе я инвестирую, это стандартные 100 долларов, 500 долларов это на новый год подарок, то есть 34 тысячи эквивалент, дивиденды и остаток, которые были за предыдущий месяц составили 2200 рублей и есть инфляция 12% официальной цифры, стоимость портфеля 912 тысяч каждого из четырех детей, то есть негативный эффект от инфляции составил порядка 110 тысяч рублей. Итого нужно проинвестировать 152 тысячи рублей в январе, но сегодня я хотел бы как раз таки поговорить про то, вот этот вот негативный эффект в размере 12%, как лично я для себя его нивелирую в настоящий момент. Нивелирую его следующим образом, и вы в принципе при оговорке, что это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, я вам ничего не советую, я вам ничего не рекомендую, я вам говорю, как лично я смотрю на вот эту вот ситуацию, как лично я нивелирую. Я беру выпавшие цифры, которые у меня съела инфляция за счет своего собственного активного дохода, да, вношу в портфель и не выбираю какие-то конкретные акции, которые позволят нивелировать инфляцию, а я покупаю индекс биржевой паевой инвестиционный фонд от управляющей компании ВТБ, который инвестирует в акции российских компаний. Почему именно его? Высокая стоимость чистых активов. Второе, самый дешевый фонд на российском рынке, то есть комиссия составляет 0,69%, все расходы связаны с управлением данным фондом. И если посмотреть на топ-4 позиции, которые занимают наибольший вес в данном портфеле, но это соотносится с российским индексом, да, это по состоянию на конец третьего квартала 2022 года, то есть Лукойла было 16%, Сбербанка 13%, в Газпрома практически 11%, Норильского Никеля 7,6%, Новотека 6%. У меня нет никаких претензий к структуре портфеля, потому что он близок к индексу российскому. Второе, я думаю, вот даже эти топ-4 позиции прекрасно справятся с функцией защиты от инфляции. Я собственными деньгами проинвестировал в акции, которые торгуются сейчас 50% контом к своим максимальным значениям практически все, которые обладают дивидендной доходностью 15% плюс, которые, я думаю, на горизонте в 3 года как минимум там в 2-2,5 раза вырастут. Если они вырастут в 2-2,5 раза, они прекрасно справятся с функцией защиты от инфляции. И поэтому это вот основной посыл, который хочется использовать в настоящий момент. Да, я не жду, что год 2023 будет простым для российских частных инвесторов и в принципе для инвесторов будет простым. Но при этом лично я выбираю защиту от инфляции через то, что, во-первых, я думаю, где мне взять дополнительный доход, который я могу долить в свой инвестиционный портфель на уровень инфляции. То есть, если у вас инвестиционный портфель миллион рублей, как у каждого из моих детей, берете и умножаете на коэффициент 0.12. Если вы считаете, что реальная инфляция больше, что товары выросли на 30 процентов, ребят, это ваше право проиндексировать на 30 процентов, это тоже нормально. Я взял официальные цифры по инфляции, да, 12 процентов. Миллион умножаем на 0.12, получаем 120 тысяч рублей. У вас портфель 10 миллионов умножаем на 0.12, получаем 1.2 миллиона. Тогда вы должны задуматься над вопросом, где мне взять дополнительно 1.2 миллиона рублей для того, чтобы защититься от инфляции. Потому что, даже если ваш год, как у меня, прошел успешным, и ваш инвестиционный портфель на круг, на круг, да, то есть, вы не начали прямо сейчас инвестировать, а, допустим, инвестируете 2 года, 3 года, 5 лет, находится в нуле, то есть, у вас нет убытка. То есть, даже то, что рынок сложился в 2 раза не привело к убытку, у вас есть негативные посредства инфляции. Вопрос, нивелировать их или нет, остается на ваше усмотрение. Для меня это важный момент. Я стараюсь компенсировать это, эту историю. Но я компенсирую не через банковские депозиты, а я компенсирую это через покупку индексного фонда. Почему не отдельные ценные бумаги? У меня, конкретно в моем случае, это обусловлено тем, что у меня достаточно знаний, чтобы выбрать отдельные бумаги, которые позволяют это компенсировать. Но, с чем мы сталкиваемся? С тем, что к проекту миллион за восемь люди присоединились на различных этапах. Кто-то с самого начала со мной все 4 года, кто-то 3 года назад присоединился, а кто-то 2 месяца назад. И получается, человек, который проинвестировал 2 месяца назад, он вложил всего лишь 200 долларов. То есть, он проинвестировал 12 тысяч рублей. И если бы я в своем решении проиндексировать портфель и купить конкретно взятую бумагу, выбрал бы, например, в качестве примера акции ГМК на рельский никель, который там порядка 15-16 тысяч стоит, то у человека бы поплыла вся математика его портфеля. Поэтому, если для вас является важным вопрос, компенсировать негативные последствия высокой инфляции 2022 года, а также инфляции, которая может разогнаться в России в 2023 году, кстати, почему это может быть, ссылочка вот здесь вот под, можете пройти посмотреть, мы говорили, почему и будет высокая инфляция, каким образом на этом можно заработать до 30 процентов годовых. Поэтому, если вас беспокоит данный вопрос, думаю, что неплохим решением может являться как раз покупка биржевого поевого фонда от ВТБ, который имеет низкие транзакционные издержки, которые покупают индексные фонды. Индексы у нас сложились в два раза, привлекательная дивидендная доходность, которая также в рамках данного фонда реинвестируется и позволит закрыть вот эти вот негативные последствия. Опять-таки, не нужно ждать, что это произойдет в течение следующего года, просто увеличьте горизонт инвестирования там до 3-5 лет, и вы будете рады и благодарны самому себе, и ваш капитал скажет вам большое спасибо, что ты обо мне позаботился, когда мне было не очень комфортно, когда была турбулентность на рынке, что ты помог новыми свежими деньгами, проиндексировав, вложив и купив дополнительно хорошие качественные активы. Сегодня у меня на этом все, на связи был Максим Петров, пока-пока.